Всем привет! С вами, как всегда, Аня! И сегодня я вместе с вами пройду новый квест Шаарами. Итак, давайте же поскорее начнем. Я сделаю полный экранный режим и вхожу в Шаарам. Шаарам съедят, беги на пляж. Итак, нам говорят, Шаарам превращается в сыр. Это из-за мышат. Все, к чему они прикасаются, становятся сырным. Они съели дом кота и теперь прячутся от усатого. Я нашел в океане остров мышиного счастья. Он весь сделан из сыра. Нашим мышатам там будет понравилось. Плоди мышат и уговори их сесть в лодку, пока они не съели Шаарам. Я отвезу их на сырный остров, а ты получишь домик или костюм в награду. И, кстати, ребята, пишите в комментариях, какой же сыр вы больше всего любите. Я почитаю в комментариях. Ну, а я вообще очень люблю Чеддер и Мастан. И сейчас мы должны будем искать восемь мышей. И первое задание. Я хочу взять на остров вещи моего любимого зеленого цвета. Я тоже люблю зеленый цвет. Посчитай и напиши, сколько вещей я возьму. Семь вещей. Хорошо, я теперь поеду на остров. Идем дальше. На сырном острове красиво. Я нарисую там много картин. Собери для меня краски в автодроме. За красками. Берем краски. И также уехать на сырный остров. Там ведь и украшения, и сыра. А я люблю блеск. Выбери для меня самый тяжелый камень. Тогда я поеду. Это розовый камень. Понимаете? Хорошо, теперь я поеду на остров. Идем дальше искать. Я читал про сырный остров в энциклопедиях. Я поеду, если ты угадаешь, сколько отличий в картинках из моих книг. Итак, всего это 5 отличий. Хорошо, теперь я поеду на остров. Надеюсь, сырный остров недалеко. Я так боюсь морской болезни, посчитая слово километров, нам плыть. И всего нужно плыть 11 километров. Хорошо, теперь я поеду на остров. Я бы поехала на остров, но люблю мед больше сыра. Выбери все баночки, которые я смогу взять. В лодку помещается только 9 килограмм меда. И он может взять большую банку 9 килограмм и маленькую баночку в 3 килограмма. Хорошо, теперь я поеду на остров. Я поеду на сырный остров. Если ты отгадаешь, сколько кусков сыра, я съедаю по утрам. Посчитай все кусочки и напиши ответ. 12 кусочков сыра он съедает по утрам. Это много, очень много. Хорошо, теперь я поеду на остров. Я хочу взять с собой дорогу сыр. Самый нырявый кусок, вкуснее всего. Отметь его. Хорошо, теперь я поеду на остров. Набор красок будет готов через 7 минут. Ну а пока эти 7 минут, я хочу посидеть вместе с вами и поговорить. Аня, может на вопрос? Конечно, задавай. Как обычно на английском пишу. Ты снимаешь? Да, я снимаю. Аня, что ты любишь больше, куколу или компот? Ну, конечно же, мне больше нравится компот, который готовит мне, да, моя бабушка. Сок или какао? Сок, потому что какао я уже очень давно не пью. Аня, шарам или ВКонтакте? Ну, ВКонтакте, потому что ВКонтакте я гораздо больше сижу. И, ребята, еще раз повторюсь, что не задавайте мне по сотню раз вопрос. Аня может задать вопрос, а просто его говорить. И я буду у него отвечать. Аня, когда у тебя день рождения? У меня день рождения 20 июля, посередине лета. Но это не точно. Когда выйдет ролик? Ну, я думаю, этот видеоролик выйдет завтра. Шоколад или мармелад? Шоколад, потому что его больше бывает. Аня, попкорн или мороженое? Ну, я даже не знаю, мороженое я недавно ела, но попкорн я уже давно не ела. Хотя и то, и то, ребята, вкусно это, что пишите в комментариях, за что вы за попкорн или за мороженое. Собака или хомяк? Собака, потому что у меня у самой есть собака. Пишите хэштег собака, если у вас есть собака. Или пишите хэштег хомяк, если у вас дома есть хомяк. Когда следующая трансляция? Ну, скорее всего, будет на выходных. В пятницу или в субботу. И это вот в этот промежуток времени. И, кстати, ребята, уже это последняя учебная неделя. И уже за следующей недели можно мне учиться. Аня, добавь меня, друзья. Ребята, конечно же, я вас после видео всех добавлю. Когда у тебя каникулы? Каникулы у меня начинаются с 26 числа. И продолжаются неделю. Неделю каникулы, а уже потом до 30-го. А я вроде бы или пораньше, или попозже школа. И уже потом все, каникулы. Три месяца можно мне учиться. Кайф будет. Аня, Инстаграм или ВКонтакте? ВКонтакте. Потому что Инстаграма у меня нет. Аня, ты знаешь Катю Клэп? Да, я знаю Катю Клэп. Ютуб или ВКонтакте? Ну, скорее всего, Ютуб. Аня, когда снимешь видео про СИМС? 4. Ну, вообще, ребята, я планирую снять видео. Сегодня как раз я заходила в СИМС. Как-то восстанавливала свою память. Начинала опять играть. Ведь я уже даже запланировала летсплей. Думаю, он будет длиться довольно долго. И, ребята, повторюсь, что я хочу сделать как такой челлендж. То есть вы мне будете давать задания, а я их должна буду выполнять в СИМС. Так что пишите ваше задание в комментариях к видео. Самые интересные и креативные попадут в видео про СИМС 4. ЛИТЕРАТУРА или МАТЕМАТИКА? ЛИТЕРАТУРА. У меня по ней почти 5. И вот, ребята, уже у меня появились эти краски. Давайте я их возьму. И пойду дальше проходить квест. И уже под конец видео я буду заново с вами общаться. И так же, ребята, пока у меня тут все лагало, я там увидела вопрос, что же я собираюсь снимать на каникулах. На каникулах, как я вам говорила, я, конечно же, буду снимать Шарам. СИМС 4. Отлично, все мышаты уже в лодке. Хорошо. И, думаю, еще некоторые игры на планшете. И, конечно же, будут стримы, ребят. Частенько. Поговорить с Джовароном на пляже. Скоро я повезу мужат на остров. Но, никаких, но отвези их и дело с концом. Это дослужен, но кот не собирается уходить от нас. И? Иди, кто ты узнай, не задумывай ли он ничего недоброго. Идем в парк аттракционов, он вроде бы там. Я люблю сыр. Стоп, ты не ешь мышей, зачем ты же тогда бегал за ним? Они делают сыр из всего, к чему прикасаются. А я его ем, боюсь не удержусь. И съем Шарам, если ты не добудешь для меня сыра. Эм, и где я ее найду? Кажется, я видел ее в лесу за Берлицкого кока. Ладно, уговорил. Пойду искать сыроварку. Очисти сыроварку. Я улетел, оставлю сыроварку в Шараме. Пользуйтесь, кто хочешь, но сначала очистить ее. Откройте со всех сторон. Ты очистил сыроварку для меня? Скорее приходи ко мне за подарком в парк аттракционов. Выбери подарок. Это костюм. И теперь, ребята, я пойду в клуб и буду сидеть там вместе с вами. Может, на вопрос задавай. Аня, сладкая или соленая? Когда как. Когда как. Ну, хотя сладкая, конечно, больше люблю. Тебе не сложно в пятом классе? Ну, конечно, во-первых, непривычно, потому что все-таки перешла. Четвертый, пятый. Другое обучение. Ну, единственное, что меня всегда бесило в четвером классе, это что придираются к почерку. Всегда придираются. А сейчас нет. Круто. Ну, и, конечно, прибавились новые предметы. Один дополнительный язык. Так, я учусь в языковой школе. То есть у нас упор на языках. И у нас появился французский язык. И, ребята, напишите комментарии, сложно ли вам учиться в вашем классе. На этом первый, второй, третий, четвертый, пятый. И, может, даже побольше класса, пишите комментарии. Аня, ты будешь снимать про гироскутеры еще? Буду. Но это не точно. Аня, гироскутеры или подписчики? Ребята, конечно же, вы. Я вас просто обожаю. Аня, американские сладости или японские? Не те, не те сладости я не пробовала. Но это не точно. Хотя американские я пробовала, а японские нет. Следовательно, американские сладости. Аня, выбери любовь или радость? Ну, скорее всего, радость. Кола или фанта? Фанта, фанта, я больше люблю. Какой твой любимый цвет? Темно-зеленый и черный. И, ребята, если я вам не отвечаю в шараме, знайте то, что я снимаю и отвечаю вам именно в видео. Так что задавайте разные вопросы. Я буду на них отвечать. Ты умеешь ездить на велосипеде? Очень странно, но нет. Я не умею ездить. Я умею ездить на самокате, на гироскутере. На гироскутере сложно. Было первый день ездить. Аня, лучшее решение успеха на юзубе. Ну, ребята, конечно же, это делать качественный контент для зрителей. Ну, и, конечно, основное, это, к примеру, камера. Хорошая камера, снимающая в HD. Конечно, очень круто было бы, если бы в Full HD. Если что, ребята, я снимаю в качестве 4К. Она очень классная. И также, как мне кажется, это освещение. Если у вас нет профессиональных софитов или ламп, много ламп, то используйте естественный свет от солнца. Он самый лучший. Когда-то я тоже снимала так. Ну, и также штатив. Или хотя бы, чтобы вы поставили камеру куда-нибудь, чтобы она не дрожала все время. Ведь, как мне кажется, это не очень. Ну, конечно же, если вы снимаете влог, то это нормально, если камера дрожит. А если какое-то видео, распаковка или какой-нибудь обзор игры, то, конечно же, нужен штатив. Ты любишь школу. Только из-за друзей. Ой. Девочки? Очень хорошо. И мальчики? Отлично. Что же вы здесь делаете? Картишки дуемся. Кинодрачка. Стыдно, девочки. А ну, вылезайте. Кола или пепси? Честно вам говорю, разницы между колой и пепси я особо не вижу. Аня, ютуб или мы? Ну, ребята, я даже не знаю, но, скорее всего, вы. Потому что... Хотя все это связано. Я начала снимать видео на ютуб, появились вы. Так что я не могу из этого что-то выбрать. Аня, фастфуд или бабушка? Если насчет еды, то, конечно же, бабушкина еда, она... Очень вкусная. Гораздо вкуснее, чем фастфуд. Из каких-то либо магазинов. Забегалушка. Каких блогеров ты смотришь? Я смотрю многих блогеров, но все по настроению. Ведь у каждого свой формат видео и свой контент, который он выпускает на канале. Или она выпускает на канале. И поэтому я, конечно же, у каждого блогера стараюсь брать какую-то мысль, идею, которую они говорят, и что-то делать в своих видео. Брать. Хотя каждый человек индивидуальный. То есть, ребята, если вы хотите создать свой канал на ютубе, то не пытайтесь подражать какому-то блогеру. Делайте свои видео. Придумайте свои фишки. Ой, да ты что? Ой. Какие-то фразы. Пожи, коньяня. Что? Ведь не даром. Москва. Спаленная пожаром. Французская дана. И у вас все будет круто. Но это не точно. Хэштег неушатойзбест. Да, ребята, пишите в комментариях хэштег неушатойззбест. Аня, у тебя есть самокат? Да, у меня есть самокат, но я на нем редко катаюсь. Пицца или макаронный пицца. Обожаю. И также я еще готовлю с моей бабушкой пиццу сама. Автомобиль или велосипед. На велосипеде я не умею кататься. Но на машине быстрее. Так что машина. Скорее всего. Кокос я люблю свою черную и темно-зеленую. Аня, сделаю точное время стрима. Ну, я, конечно, могу запланировать стрим. Но я даже не знаю. Просто сейчас я не знаю, когда я буду его делать. Скорее всего, или в пятницу, или в субботу. Напишите в комментариях, когда же вы хотите видеть меня стрим. В пятницу или в субботу. Аня, кокос или мороженое. Мороженое, потому что кокос мне не очень нравится. Конфеты или кекс. Кекс. Его больше. Париж или Нью-Йорк. Вообще, когда я была маленькой, я хотела всегда попасть в Париж. Так что Париж. Аня, Сочи или Москва? Москва, потому что в Сочи я ни разу не была. Аня, почему ты не отвечаешь? Вон сколько подписчиков. Ребята, я отвечаю видео. Аня, клубника или шоколад? Шоколад с клубникой. Я не знаю, как это называть, стоит очень вкусно. Мороженое или чупачус мороженое. Клубника или малина? Клубника и малину я ем. Я тоже люблю. Сочи или Москва? Москва. Мороженое или коктейль мороженое? С коктейлем. Аня, желайте алмазный клубник. Спасибо большое. Аня, шарам или Майнкрафт? Шарам, потому что Майнкрафт я уже давно-давно не играю. Аня, телефон или планшет? Об этом я говорил на стриме, и мне очень нравится телефон, потому что столько возможностей. Аня, а твои подружки из школы сейчас тут есть? Я не знаю, но, скорее всего, нет. Но это не точно. Аня, а какой шарам лучше старый или новый? Скорее всего, старый. В 2013 году, когда я начинала играть. Ты знакома с Катей Клубник? Как на ютубе, я ее знаю, но и когда я была на мероприятии, на котором я пригласил в Google совместно с YouTube Video People, и там я ее видела. И даже немного с ней пообщалась. И мне это было очень приятно, общаться как блогер с блогером. Торт или кекс? Торт. Торт больше. Шоколад или торт? Шоколадный торт. Люблю шоколадный торт, особенно птичье молоко. Она сверху шоколадным. Ставь лайк, если любишь птичье молоко. Шоколадный торт, шоколадный торт, то есть твикс или спинкерс. Твикс я люблю больше. Аня, передай Милане привет, пожалуйста. Привет, Милана. Передай привет Карине. Привет, Карина. Аня, медведи или лошади? Ну, наверное, лошади. Передай привет Варе. Привет, Варя. Аня, книга или тетрадь? Книга. Ты собирала грибы? Да. Да, было такое дело. Ну что же, ребята, сегодня я вместе с вами прошла новый квест в Шаорами. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Каоксида Аня. А всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok